МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Не там мы ставим рекорды. Изъята самая крупная за всю историю региона партия наркотиков. В гостях хорошо, но наглеть не надо. Очередные рейды избавляют город от нелегалов. Любовь и коварство. Двое мужчин погибли от рук сожительниц. Затяжные праздники для нашей страны, как факел на пороховом складе. Никогда не знаешь, где рванет и что именно сдетонирует. Сотрудники спецслужб каждый год подсчитывают убытки и потери. Одна из самых любимых забав преступников, желающих получить сразу и хлеба, и зрелищ, забираться в продуктовые магазины. Улов стандартный – выпить и закусить. Одного такого вора задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД России Касимовский. О нежеланном госте сообщил представитель администрации торговой точки. По его словам, кто-то ночью проник в помещение, разбив оконное стекло. Злоумышленника вычислили быстро. Он сам оставил криминалистам несколько приметных следов. Причем оказалось, что уже не в первый раз. 28-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Забрать все похищенное сотрудникам не удалось. Часть продуктов он успел пригубить. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудникам госнаркоконтроля тоже пришлось провести длительные выходные не за столом, а в делах и заботах. Только за 10 дней из незаконного оборота выведено около полутора килограммов различных наркотических веществ. Марихуана, героин, амфетамин, курительные миксы и прочее. Один из притонов удалось прикрыть на улице Разина. Его хозяевами оказались 24-летний молодой человек и его 28-летняя подруга. Сожители в течение нескольких месяцев приглашали к себе домой лиц, употребляющих дизаморфин. Совместно его изготавливали, ну и в дальнейшем употребляли. В момент прихода в помещение наркополицейских там находилось 4 человека. Всего за новогодние праздники пресечено около трех десятков преступлений, связанных с оборотом и употреблением наркотиков. Но самый крупный улов, причем за всю историю региона, сотрудникам ФСКН достался уже после выходных. 57-летняя цыганка, жительница Московской области, была задержана на улице Энгельса, прямо на выходе из квартиры. При личном досмотре и обыске в жилище сыщики обнаружили более 100 граммов кокаина и 590 граммов метадона. Метадон у нас не так часто изымается, особенно в таком количестве. Были изъятия, но единичные. А массовая доля данного вещества в смеси составила более 85%, что вообще впервые для такого региона, как город Рязань. Квартира стала перевалочным пунктом по переброске наркотиков в другие регионы страны. Оптовиков подозреваемо предпочитала иногородних. Рязанцы вызывали у нее недоверие. Сейчас женщина под стражей, ей грозит уголовный срок, а оперативникам предстоит установить каналы и других возможных соучастников. В России неуклонно растет число противников нелегальной миграции. Их можно разделить на две группы. Первые ратуют за ужесточение миграционной политики, среди них и те, кто извлекает личные выгоды. Вторые видят возможности ее сокращения как раз в упрощении миграционного законодательства. Отстаивают необходимость легализации тех, кто хотел бы остаться на законных условиях, вплоть до получения гражданства. В минувшие выходные сотрудники полиции провели масштабные рейды в Рязани по выявлению нарушений миграционного законодательства. Кроме всем известных мест массового скопления выходцев из Южных Республик, оперативные работники посетили и их временные убежища. А пускай условия, в которых живут некоторые мигранты, надо сказать, многие уже привыкли чуть что доставать документы. Правда, находятся и те, кому как раз это и не очень нравится. Уже освоились. А у тебя регистрация есть здесь? Да, есть регистрация. А паспорт? Есть. А покажи. Вот перевод. Создан специально для нас. Вот заявление. Всего таких нарушителей за время проверки оказалось 170. Все они были занесены в специальную систему учета. У некоторых были взяты отпечатки пальцев. Полицейские составили более двух десятков протоколов. Рейды будут продолжаться и дальше, но сегодня нелегалы уже буквально заполонили города и веси. А после драки, извините, кулаками не машут. Терпению женщин можно позавидовать. Покорно сносят и побои, и унижения мужей. Но есть у этой женской черты один важный нюанс. Чем дольше терпят, тем эмоциональнее отреагируют в итоге. Причем поведение женщины очень трудно предугадать. За последние несколько дней двое мужчин в разных районах области пострадали от рук своих половинок. Возбуждены уголовные дела. По факту обнаружения вечером 12 января, в своем доме, расположенном в селе Стрелецкий выселки Михайловского района, тело 47-летнего мужчины с резанными ранами груди и живота. По версии следствия, смертельные ножевые ранения были причинены мужчине в ходе ссоры и последующей драки с его 39-летней супругой. Буквально двумя днями ранее несчастье произошло в селе Мовино-Слобода Кораблинского района. Убит 60-летний пенсионер. Главная подозреваемая его сожительница. Чем именно погибшие не угодили своим избранницам, сейчас выясняет следствие. А мне бы хотелось напомнить каждому из вас. Эмоции часто приводят к самосуду. Но это наказание, в первую очередь, для самих себя. Причем уголовное. После войны женщин почти не приговаривали к высшей мере наказания. Почти. Но была одна украинка, которая в конце 80-х вошла в историю как последняя казненная женщина в Европе. На скамье подсудимых оказалось все ее чудовищное семейство, включая пожилых родителей. В марте 1987 года прохожие наблюдают странную картину. Школьнику прямо на улице стало плохо. Мальчик упал и стонал от боли. Приехавшие медики видимых травм не обнаружили. Наверное, инфекция. Однако в этот же день в больницу поступило еще несколько человек, в том числе двое взрослых. Были помещены в больницу. Эти дети сначала двое, потом еще девять человек. Врачи заподозрили у них то ли кишечную инфекцию, то ли какой-то особый вирус гриппа. Но кроме общих недомоганий у детей стали выпадать волосы. На пятый день пациенты один за другим начали умирать. И несмотря на это, оставшихся в живых продолжали лечить от гриппа. Только потом проявились версии сильнейшего отравления. Тем более, что все пациенты либо учились, либо работали в одной и той же школе. Рассматривали даже возможность радиационного облучения впоследствии Чернобыльской катастрофы, которая произошла годом ранее. В школе взяли пробы воды, проверили вентиляцию и изучили электромагнитный фон. Но все оказалось в норме. Выяснилось, что все дети ели в школьной столовой гречневую кашу и печенку. Соответственно, было возбуждено уголовное дело и стали проверять вообще, кто-то ответственный есть в столовой, кто проверяет, наблюдает за приготовлением пищи. Но тут выяснился еще один интересный факт. Последняя медицинская сестра Наталья Кухаренко, которая следила за раскладкой, пару недель назад скончалась. Прежде всего, эксгумировали из могилы тело Натальи Кухаренко. Привели дополнительные исследования, анализы, и оказалось, что Наталья Кухаренко была отравлена тоже тем же веществом, что и находилась в крови детей, поступивших в больницу, а там дети стали умирать тоже. Оперативники обыскали каждый сантиметр школьной столовой, опрашивали персонал. И обратили внимание, что особенно нервничает посудомойка Тамара Иванютина. К тому же у нее, как выяснилось, недавно был конфликт с Натальей Кухаренко. Диет-сестра запретила таскать домой продукты и даже отходы. А Иванютина именно для этого и устроилась в школу. Так она могла содержать свое хозяйство. Один из следователей решил сначала разведать обстановку. Он проследил за Иванютиной до дома и не поверил своим глазам. На крыльцо вышел довольно молодой мужчина, внешне похожий на немощного старика. Он был совершенно лысый и с трудом передвигал ноги. Это был муж посудомойки, который до последнего искренне верил, что такой доброй женщины, как она, способной любить больного, нет и не будет. Сама Тамара всем говорила, что в роду семейный недуг и скоро супруг умрет. При обыске в доме Иванютиных нашли странную баночку с жидкостью. На вопрос, что это, Тамара как ни в чем не бывало ответила – крыс травить. Лабораторное исследование показало – это жидкость клеречи – высокотоксичный раствор на основе талии, применяемый в некоторых отраслях геологии. А доставала ее посудомойку у своей подруги, которая работала сотрудницей Киевской геолого-разведочной экспедиции. На допросе перепуганная лаборантка призналась, что клеречи, как правило, используют для разделения минералов по плотности. Но в быту она действительно заменяет отраву для грызунов. По словам той же лаборантки, Тамара Иванютина часто переезжала из одного частного дома в другой и постоянно жаловалась на мышей и крыс. Такое бывало при широком подворье. Но позже выяснилось, что с помощью муравьина кислого талия они боролись не сколько с грозунами, сколько с неугодными им людьми. И речь шла обо всех кровных врагах. Первое преступление произошло за 11 лет до этого. Последний супруг Тамары не раз слышал историю, как будто еще в 30-е годы его свекор в отместку за раскулачивание угостил мужьяком своего брата, красного командира. Но историю воспринимали не более чем в семейную байку. А между тем, очень быстро умер первый муж Тамары. Причем, когда он попал в больницу и его откачали, заботливая супруга лично положила ему в дорогу бутерброда с отравой. Из командировки он так и не вернулся. Потом периодически болели и сгорали буквально на глазах соседей. Одновременно старшая сестра Юнина отравила своего мужа, который ей немножко надоел. Родители тоже принимали участие в отравлении людей. Всего вот этот яд они подлили более чем 40 лицам. Старики, не задумываясь, убили соседа по коммуналке, который чересчур громко включал телевизор. А также родственницу, сделавшую замечание по поводу лужи в туалете. У третьей соседки была слишком большая пенсия. Они добавляли крысиный яд в приготовленные для угощения плов и оладьи, начиняли отравы, апельсины и пряники. Сама Тамара лелеяла одну заветную мечту. Она непременно должна купить черную волгу и в красивых нарядах выходить из нее на зависть остальных. Фанатичное желание разбогатеть привело ко второму замужеству. Ну и второй муж ей не очень что-то угождал, поэтому первоначально она подсунула яд его родителям, отравила свекровь и свекры. Тамара Иванютина росла в многодетной семье с пятью братьями и сестрами. С детства ей твердили, что нужно заработать так, чтобы не мучиться всю жизнь по коммуналкам. Главное – достаток. Даже в СИЗО Мария Масленко, мать Тамары, объясняла сокатомицам свою жизненную позицию. Чтобы добиться желаемого, нужно не жалобы писать, а дружить со всеми, угощать. Но в пищу особенно зловредным добавлять яд. Иванютина была арестована и сначала написала явку с повинной. Поводом для преступления, по ее словам, был отказ школьников передвинуть столы и стулья. На самом деле она плеснула яд в общий котел с едой после ссоры с медицинской сестрой. К тому же электрик в этот день грубил. Надо было наказать. Но в малых дозах Иванютина добавляла траву в школьную пищу постоянно. Еда теряла вкус, дети от нее отказывались. Это было на руку, получалось больше отходов. Но тогда и мясо животных, которых она выращивала и отвозила на рынок, содержало опасные токсины. А значит, количество пострадавших было гораздо больше. Три года проходило следствие и суд. И непосредственно главной преступнице был вынесен смертный приговор. А ее сестра и родители получили длительные сроки решения свободы. Судебно-психиатрическая экспертиза отклонений ни у кого не обнаружила. Но Иванютина наотрез отказалась просить прощения у родителей погибших детей, пояснив на суде, что у нее не то воспитание. Родители школьной посудомойки до освобождения не дожили. О местонахождении сестры ничего не известно, но ее ни разу не видели в районе дома, ради прописки в котором она и пошла на убийство. А итог подведем словами представителя древнеримской комедии Теренция. Прежде чем прибегнуть к оружию, разумный человек испробует все остальные средства. Надо сказать, он знал, о чем говорил Теренция, принадлежавший к африканскому племени и бывший обыкновенным рабом сенатора, сумел добиться того, что ему дали хорошее образование и в итоге подарили свободу. На сегодня все. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова